Всем привет! Вы на канале плетение кос, прически, обучение и уроки. Сегодня мы с вами заплетем еще одну прическу в технике трех кос, где боковые косы это сложная цепочка, а центральная коса шахматка. В предыдущем видео я показывала вам плетение сложной цепочки. В этом варианте цепочка будет немного иная, поэтому будьте внимательны. Итак, приступаем. В левой лобно-височной части головы берем прядь и делим ее на три прядки. Одна у нас будет вверху, а две внизу. Между ними пропускаем подхват выпускной пряди. Центральная прядка идет у вас над выпускной прядью, а две нижние идут под нею. Нижними прядками обхватываем центральную прядь, скрещиваем и кладем под нее. Далее берем новую прядку подхват, кладем между верхней прядкой и двумя нижними. И снова двумя обхватываем центральную прядь, делаем скрещивание и опускаем вниз. И таким образом плетем всю цепочку, пропуская через нее прядки-подхваты. У вас должен получиться вот такой рисунок. Звено, через которое проходит прядка-подхват. Своеобразный водопад. Такую косу можно заплетать и в горизонтальном виде, и наискосок, как я показывала в предыдущем уроке. И так проплетаем нашу цепочку до тех пор, пока у вас получится 7 выпускных прядей. После чего мы цепочку фиксируем резинкой. Вот таким образом. Хорошенько подтягиваем прядки и переходим ко второй стороне. Здесь плетем такую же цепочку, делая подхваты справа налево. Если вам было сложно сразу понять, как плетется эта цепочка, то могу порекомендовать вам пересмотреть начало этого видео, либо включить режим медленного воспроизведения. Так вам будет все более понятно. Итак, мы доплетаем цепочку справа, считая все выпускные пряди. У нас их должно быть 7. И фиксируем резинкой цепочку с правой стороны. Так у нас должно получиться две боковые цепочки с выпускными прядями. Теперь переходим к плетению центральной косы шахматки. Делим волосы на три части. Крайнюю левую часть откидываем вперед. Справа берем подхват из выпускной пряди и часть свободных волос. И также откидываем наперед. Берем слева подхват со свободными волосами. И также откидываем наперед. Так же делаем и справа. Делаем это до тех пор, пока слева у вас не будет две пряди, а справа три пряди. И тогда переходим уже к другому плетению. Берем справа самую верхнюю прядь. Кладем ее под все выпускные пряди. Присоединяем новый подхват. Из водопада. И проплетаем аналогичным образом. Далее слева берем прядь. Присоединяем к ней подхват и свободную часть волос. Так же проплетаем. Сверху снова берем новую прядь. Присоединяем подхват и таким же образом плетем дальше. Впрочем, те, кто со мной давно на канале, уже видели эти уроки по плетению косы шахмат. Если же не видели, приглашаю вас посмотреть в плейлисте Аспука кос. Хотя мне кажется, здесь и так все достаточно понятно. Итак, мы проплетаем до конца, пока у нас не закончатся все подхваты. Аспука кос. Присоединяем все пряди в один хвост и зафиксируем резинкой. Вот таким образом. Расправляйте все прядки. Хорошенько все проверьте, чтобы у вас все красиво лежало. Фиксируйте лаком. На этом наш урок подошел к концу. Ну а если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие уроки. Ну а с вами была Ирина. До новых встреч!